Их так много, что лишь от просмотра видео возникает желание почесаться. Мелкие назоли, вымошки клубами, вьются и атакуют людей. Подобные кадры то и дело и появляются в соцсетях. Комары и мошкара на Ямале повсюду. В городе их тоже неприлично развелось. Это видео сняла жительница кружной столицы. Северяне переживают нашествие кровососущих. Коренные ямальцы тоже отмечают. Насекомых больше, чем обычно. На то даже есть старая ненецкая примета. Когда первые дни появляются, комары и мошкара, они если мелкие, такие маленькие, летом будет много комаров. Поэтому мелкие комары и много комаров будет. Вот и богульник слишком много сильно свечет, и это к комарам тоже. Спасаться от гнуса тундровикам также помогает древний народный способ, проверенный временем. Мы делаем дымокур, чтобы оленей комарики не кусали, а то у нас комариков много. Так животные хоть немного могут отдохнуть от атаки насекомых. Рогачам приходится тяжелее всего. От этой кусачьей напасти, бывает, впадают в безумие. Прыгают, чуть не легаются. А когда возле дыма, они спокойно лежат или стоят. Коленем только мы сейчас держим дымокур. В чуме дымокур уже не держат. Чуть комары появились, в чуме все уже, включаешь раптор и комаров нет. В городах Ямала по гнусу наносят массированный химический удар. Места отдыха от назойливых насекомых в этом году обработали в Губкинском муравленко-тарко-соле. Последним к этому списку присоединился Ноябрьск. Специалисты в костюмах химзащиты орудуют ранним утром дезинфекцию. Уже традиционно проводят Ноябрьск парки. Траву, деревья и кустарники в прогулочных зонах опрыскивают препаратом широкого спектра действия. Нам надо придерживаться, чтобы не было осадков. Если в три дня стояла сухая погода, тогда она более эффективно действует на насекомые. Препарат борется с гнусом до первых дождей, а дальше на место павших прилетят новые. Сейчас как раз самый пик активности насекомых. В этот период идет активный вылет насекомых из водоемов. Водоемы прогреваются хорошо. Вылет именно массовый за счет того, что весна была поздняя, тепло наступило быстро. И, соответственно, все эти насекомые вылетели дружно. К середине августа численность комаров и мошек пойдет на спад. А пока нужно запастись терпением и большим количеством репеллентов. На сегодня это наилучшая защита от насекомых.